Рада приветствовать вас на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную шапочку с отворотом крупной пряжей. На моем канале есть уже шапочки, которые я вязала с отворотиком, поэтому сегодня я не буду заострять ваше внимание на том, как замыкать в круг вязание и как вязать бесшовную шапочку резиночкой 1х1. Я хочу вам сегодня показать, как закрывать макушечку именно из крупной пряжи. Причем, как вы заметили, шапочка у меня с вытянутой макушкой в таком легком спортивном стиле. Ее можно варьировать с помощью отворотика, то есть можно сделать гладкую макушку по голове, но при этом шире отворотик в стиле шапочки такари. Можно оставить отворотик более уже и при этом получится более вытянутая макушечка в таком вот свободном спортивном стиле. Как вам нравится, так вы и делаете. Причем, можно взять абсолютно любую толстенькую пряжу, покрупнее спицы под нее. И в этом видео я заостряю внимание на том, как сделать расчеты, исходя из вашей плотности вязания, на любой обхват головы. У меня на обхват головы 54-56 см, вы же сможете связать абсолютно на любой размер. В зависимости от этого будете варьировать длину шапочки. Кому понравилось, лайкайте. На данный размер у меня ушло ровно 2 моточка моей пряжи. Вы же запасаетесь пряжей на любой вкус, который есть в наличии у вас в городе. Любимый цвет. И давайте свяжем с вами вместе. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать пряжи фирмы Гималая. Серия называется Комбо. Здесь в 100 граммах 40 метров. Поэтому нам понадобится 2 моточка для вязания данной шапочки. Здесь в состав входит 50% шерсти и 50% синтетических волокон дролон. И также рекомендуют нам номер спиц использовать 12. У меня также 12 есть и бамбуковые, и железные на коротеньком тросике. Вы можете использовать любой номер с 12 до 14 в зависимости от того, насколько вы хотите свободное вязание. Возьмете 12 будет более такой плотнее ровные петельки. Если же возьмете 13-14, будет более такое немножечко рыхленькое вязание. Также нам понадобятся ножнички и либо крючок, либо игла для того, чтобы прятать краешки ниточек. Для того, чтобы приступить к вязанию данной шапочки, нам нужно знать обхват головы, на который мы будем вязать. И в дальнейшем вам данные очень простые расчеты пригодятся для вязания шапочки на любой обхват головы. Я буду вязать на обхват головы с размером 54, где-то 56 сантиметров. Соответственно, я беру целое среднее число, это 55. То есть на обхват головы 55 сантиметров. Далее нам нужно связать спицами и пряжей, которыми мы будем вязать данную шапочку, небольшой образец резиночкой 1х1. Вы можете по желанию заменить резиночку на 2х2. Тогда у вас число петель должно быть кратное не просто 2х, как для резиночки 1х1, а 4х. То есть 2 лицевые, 2 изнаночные. И связать небольшой образец. При растянутом состоянии нам нужно измерить, сколько же петелек у нас вмещается в 10 сантиметров. Обычно рекомендуют не в растянутом состоянии измерять петельки и отнимать 12-14%. Я же просто упрощаю работу и прирастягиваю данный образец. Не слишком для того, чтобы шапочка не слишком стягивала голову. А вот слегка. И получается, что у меня в 10 сантиметрах вместилось где-то порядка 7,5 петелек. То есть, чтобы нам вычислить, сколько же петелек в 1 сантиметре, мы 7,5 делим на 10. И получаем 0,75. То есть 0,75 петелек у нас вмещается в 1 сантиметр. 1 сантиметр 0,75. То есть меньше петелечки. Далее мы берем обхват головы 55. Умножаем на 0,75. То число, которое у нас петелек в 1 сантиметре. И выходит, что у нас 41,25. Но мы не сможем набрать 41,25, так как число петель должно быть кратное 2. То есть равное число резиночки 1 на 1 делится на 2. Поэтому мы просто 0,75 добавляем для ровного числа. То есть 42 петельки нам нужно набрать для обхвата головы 55 сантиметров. В среднем, чтобы получилось на обхват головы 54,56. У вас свое число. Оно обязательно должно быть кратное 2, если резиночка 1 на 1. Или кратное 4, если резиночка 2 на 2. То есть для резиночки 2 на 2 нам нужно набрать 44 петельки. В таком случае, которые отлично поделятся на раппорт узора резинки. Далее к этим петелькам нам нужно набрать еще одну дополнительную петлю. То есть добавляем одну петлю для того, чтобы замкнуть вязание в круг. В дальнейшем эта петелька сократится и останется нужное количество петель, то есть 42 для вязания данной шапочки. Итак, набираем 43 петельки самым обычным способом и вяжем резиночкой 1 на 1, чередуя то лицевая, то изнаночная. После того, как связали резиночку в высоту где-то 30-32 сантиметра, я взяла максимальное число 32. Теперь мы начинаем делать убавление для макушки. Для того, чтобы красиво убавить петли для макушки, нам нужно в первом ряду убрать вот эти все изнаночные промежуточные петельки, которые идут после лицевых. Итак, мы лицевую поворачиваем дальней стеночкой вперед, вот так как бы разворачиваем непровязанной. И теперь вместе с изнаночной за дальней стеночкой провязываем одной лицевой петлей. У нас получилось сокращение с наклоном в левую сторону. Повторяем. Лицевую мы снимаем дальней стеночкой вперед, то есть чтобы она у нас была наклонена в левую сторону, вот эта косичка. И вместе с изнаночной провязываем за дальнюю стеночку одной лицевой. Снова лицевую поворачиваем дальней стеночкой вперед и теперь уже за дальнюю стеночку провязываем вместе с изнаночной. Таким образом, в первом ряду макушки мы уберем полностью все изнаночные петельки и останутся только лишь лицевые. Во втором ряду нам также нужно будет делать убавление с наклоном в левую сторону, но петельки лицевые у нас повернутые дальними стеночками вперед. Сейчас каждую из лицевых петель этого ряда я буду поворачивать дальней стеночкой вперед, вот таким вот образом. Первую петлю повернула, сняла, вторую петлю повернула. И теперь возвращаем первую ко второй, за дальние стеночки провязываем вместе одной лицевой. Таким образом, мы делаем убавление петель снова в два раза в этом ряду и получается убавление с наклоном в левую сторону. Снова можете переснимать сразу две петельки и поворачивать сначала вторую, затем первую и две петельки провязывать вместе одной лицевой. Можно делать убавление сразу же с наклоном в правую сторону за ближайшие стеночки, Но так как в предыдущем ряду мы делали убавление с наклоном в левую сторону, то я люблю, чтобы именно с наклоном в одну сторону шла макушечка. И снова поворачиваем дальние стеночки вперед лицевых петель и провязываем вместе за дальние полупетли. И снова провязываем попарно до конца ряда все петельки. Так как во втором ряду у нас уже нечетное количество петель из-за первого ряда провязанного попарно, то я предлагаю вам последнюю петлю и первую следующего ряда провязать также парой вместе, повернув лицевые петельки дальними стеночками. То есть для того, чтобы у нас вот эта последняя петля также сократилась как бы попарно. Третий ряд макушки мы провязываем просто все петельки лицевые без каких-либо убавлений. Мы просто провязываем по рисунку. Четвертого ряда мы не провязываем, а просто делаем перемещение всех петелек на одну. Первую провязываем лицевой петлю, возвращаем ее обратно на левую спицу и постепенно вторую, третью петельку и так далее все петли оставшиеся переносим на эту петлю и спускаем полностью их со спицы. То есть как бы пересняли на петлю через спицу и сняли, пересняли на петлю и сняли. Далее подтягиваем к тем петелькам с другой стороны и точно так же переносим оставшиеся петельки с другой стороны на эту первую провязанную рабочую лицевую петлю. Вот так хорошо я подтяну, я последний ряд всегда затягиваю лучше чем остальные и с этой спицы переодеваем полностью все петельки поочередно на первую лицевую петлю. Таким образом нам не нужно ни крючка вводить в работу, ни иголочку, мы просто все петельки оставили на одной спице. Вот так у нас стянулась макушечка и перед тем как отрезать ниточку, если у вас осталась еще рабочая нить, не спешите ее отрезать, вы просто оставьте спицу, хорошо затяните ее, вот эту крайнюю петельку и измерьте шапочку на голову. То есть если вам нравится как она садится, какой она длины, возможно вы хотите ее увеличить, если у вас есть еще ниточка, возможно вы хотите наоборот ее укоротить, то есть вы делаете отворотик насколько хотите, чтобы он был у вас глубокий. Вот, меряйте шапочку на голову, если вам нравится как она садится, то закрепляете ниточку, вытаскивая на изнаночную сторону, вот эту рабочую ниточку вы продеваете сквозь оставшуюся петельку и хорошо-хорошо затягиваете, можете закрепить узелком с внутренней стороны, если хотите, вот или только после этого отрезать ниточку. И если все подошло, мы теперь берем, переодеваем на крючок рабочую ниточку, пропускаем, делаем вот такую вот новую петельку, хотите можете еще сквозь образовавшуюся петельку пропустить рабочую нить, тогда она наверняка у вас зафиксируется. Вот так вот, я взяла кстати крючок номер 4, вы можете взять чуть больше, чуть меньше, который есть у вас в наличии, специально покупать для этого я думаю, что не стоит. Вот, и теперь продев сквозь рабочую нить пару раз, мы отрезаем ниточку и фиксируем ее, можете вытащить на изнаночную сторону уже сейчас, а затем отрезать, потому что петельку будет удобнее протаскивать, скажем, чем просто отдельную ниточку, то есть вот так вот вытаскиваете максимально ближе к петле, вот, и протаскиваете на изнаночную сторону, а затем уже отрезаете ниточку и фиксируете уже с изнаночной стороны вот так вот рабочую нить. Фиксирую я ниточку с помощью продевания вот это образовавшееся колечко последних петель, которые мы переодевали на рабочую нить, я вот так вот сквозь них, буквально по часовой стрелке, либо против, абсолютно не важно, крючком продеваю за полупетельки вот этот кусочек ниточки и просто его отрезаю. Он у нас уже зафиксирован двумя стежками рабочей нити, этого достаточно. И все, теперь отрезаем эту ниточку и если вы присоединяли ниточку, то обязательно, а вы присоединяли ниточку, так как у нас два моточка, то обязательно попрячьте хвостики с внутренней стороны присоединения и нам остается лишь только зафиксировать вот эту ниточку, которая начальная у нас, для того, чтобы замкнуть ряд, если вы не замыкали той лишней петлей, которая переодевается у нас между первой и второй петлей набранной, то вот так вот мы ее просто продеваем сюда, вот так вот, и фиксируем с внутренней стороны нашего отворотика, то есть якобы, если быть точно, это у нас лицевая сторона шапочки. Можете разделить эту ниточку вот так вот пополам и продеть сквозь вот этот вот хвостик, продеть сквозь косичку и зафиксировать ее. Я обрежу хвостик покороче, вот так вот продеваем ее буквально несколькими стежками для того, чтобы просто зафиксировать и спрятать. Вот, я обычно делаю на такой толстой пряже узелки, которые прячу в итоге под косички, ну и не только на такой толстой, в общем, я всегда так делаю, когда убираю хвостики. И все, вот смотрите, узелка у нас не видно, нам остается только продеть так несколько раз по ходу того, как ложится лицевая косичка. Вот так вот. И все, она у нас спрятанная, больше она нигде у нас не будет видна. Мы отрезаем вот этот хвостик, хотите можете до конца его запрятать и при отвороте, посмотрите, остается лишь аккуратная косичка с лицевой стороны, то есть бывшая изнаночная сторона, которая вывернута на лицо. И все. Здесь мы хвостики спрятали, с внутренней стороны мы спрятали и наша шапочка готова. Остается лишь только сделать вторичную тепловую обработку. Вы можете постирать, стирайте в прохладной воде не горячее, чем 30 градусов. Вот, высушите на такой поверхности горизонтальной и затем можете ее носить. Петельки у вас немножечко еще подвыровняются и будет смотреться еще более аккуратнее. Я надеюсь, что у вас получилось, понравилось. Не забудьте лайкнуть, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!